Доказано, что из счастливого ребенка вырастает счастливый взрослый. Но как его таким вырастить? Не талантливым, не умным, не прилежным, а именно счастливым? Ответ очевиден. Нужно просто любить свое чадо. Казалось бы, каждый из нас и так любит своего ребенка, вот только выражать любовь умеют далеко не все. Здравствуйте, это программа Дочки-сыночки, и сегодня мы расскажем, как все-таки вырастить именно счастливого ребенка. Еще в начале прошлого века психологи столкнулись с трудностями при работе с детьми, так как они не могли выразить свое беспокойство или описать проблему словами. Маленькому ребенку вообще свойственно самовыражаться через игру, так как игра – это самое естественное для него занятие. Сочняя сюжеты или совершая различные действия с игровыми фигурками, малыш может выразить свои переживания, тревогу, злость или страхи. А психолог, наблюдая за игрой, отмечает особенности поведения ребенка, его потребности, реакцию и отношение к различным явлениям, предметам. В следующем сюжете мы постараемся подробнее рассказать о песочной терапии как о способе психологического воздействия. Смотрим далее. Песочная терапия для детей – это направление арт-терапии, которое очень хорошо решает множество проблем в развитии детишек. В принципе, она полезна всем, но более актуальна она для детей, которые имеют такие проблемы, как неврозы, повышенная тревожность, чрезмерная агрессивность и стрессы, которые спровоцированы социальными и семейными конфликтами. Большую пользу терапия принесет детям, которые не проявляют своих чувств, не могут объяснить свои мысли и эмоции. С помощью песочной картины можно диагностировать, и благодаря этому мы часто применяем ее в своих диагностиках. И это позволит выявить, где у ребенка страхи, где зажимы, где ресурс. И даже взрослый человек, он со стороны может взглянуть на свой внутренний мир и посмотреть, что же ему мешает двигаться, что у него не так. В начале занятия ребенку дают песок и разные фигурки людей, сказочных героев, животных, растений или домашние утвари. Список может быть бесконечным, проще говоря, понадобится все, что ребенок будет просить во время игры. После того, как все будет готово, ему предоставляется полная свобода, и он начинает творить, создавать свой мир. Песочная терапия — это игра, творческий процесс, а не техника создания картины. Поэтому ошибок здесь не бывает, а значит, не будет поводов для расстройства. Создание нового мира — это увлекательный и приятный процесс. Композиции создаются легко и без напряжения. Этот момент очень важен для детей, которым нужна эмоциональная, логопедическая или любая другая психологическая коррекция. Дети на самом деле думают, что они играют. Ну, смотрите, ребенок на самом деле играет. Ребенок играет спокойно, строит то, что ему нравится. А мы просто наблюдаем, не вмешиваемся в процесс. Я, как терапевт, не имею права даже прикасаться к этим фигуркам, потому что это очень хрупко. Это его внутренний мир, это его подсознание. Психологи выделяют три стадии развития игры ребенка с песком. Первая — это хаос. На игровой площадке фигурки разбросаны без какого-то порядка. Люди, растения, животные и прочие предметы не имеют конкретных мест. Такое явление говорит о том, что ребенка что-то волнует, он встревожен и не может собраться с мыслями. Вторая стадия — это борьба. Ребенок четко делит всех персонажей игры на плохих и хороших. Очень значимо преобладание определенных фигурок. Каких больше, плохих или хороших. Это говорит о внутренней борьбе ребенка. Торопить его и подталкивать для добавления новых положительных героев не следует. Важно то, что получится в конце. И третья — это исход. Финальная стадия терапии. Положительное окончание игры свидетельствует о мире и покое в душе ребенка. У меня есть ребенок, который уже раз 10 ко мне пришел, и все 10 раз у него в песочнице ураганы, война. В этот момент я не имею права что-то там корректировать, потому что я должна дать ребенку возможность выплеснуть это. И ребенок просто тебя не услышит. А если он уже успокоится, когда начнет стабилизироваться песочная картина, его состояние, то есть песочная картина — это же его состояние внутреннее, тогда уже потихоньку я начинаю корректировать. То есть даю специальные темы. То есть построю песочницу на тему «моя семья», «моя школа», «мой сад». Но, конечно, я не напрямую всегда это говорю, а я общаюсь через образы. То есть если, допустим, отец ушел из семьи, и у ребенка в песочной картине он выдал такую историю, что медведь ушел из своей берлоги, и он долго не хочет возвращаться, то я никогда не спрошу у ребенка, а когда твой отец вернется? То есть это прямой вопрос. Мы общаемся через символы, через образы, через сказкотерапию, включаем сказки. Но при всей простоте подобной методики во время занятий происходит раскрытие глубинного «я» ребенка и даже создание целостной картины мира в его воображении. Дети приобретают немаловажный опыт, выходя из кризисной ситуации путем разрешения проблемы на уровне понимания символики. Но каждое вмешательство во внутренний мир ребенка должно быть однозначно обосновано и регламентировано сведущими в этом вопросе людьми. Когда на улице слякать и льет дождь, а родители очень заняты, нужно срочно придумать занятия для детей. С помощью подручных материалов вы можете выиграть несколько свободных часов и развлечь ребенка. Среди многообразия детского творчества есть такие виды, которые нацелены на вовлечение в процесс всех членов семьи, объединение их интересов и увлекательное совместное времяпровождение. Одним из таких видов творчества считают мыловарение. А понаблюдать за этим интересным процессом вы можете в следующей рубрике. Как провести домашний досок долгими вечерами? Хорошая идея это податься всеобщему увлечению мыловарением и попробовать сварить ваш первый кусочек мыла вместе с ребенком. Будьте уверены, отличное настроение вам обеспечено. Для работы нам понадобится мыльная основа, мы купили ее готовую, красители, ароматизаторы, растительные масла, у нас масло авокадо и спирт в бутылочке с распылителем. С его помощью мы будем убирать пузырьки с поверхности мыла. Также для работы нужна микроволновка. Ее, конечно, можно заменить в водяной бане, но это гораздо дольше. И вся необходимая посуда. Это стаканчики и ремисочки для плавления мыльной основы, деревянные палочки для перемешивания, их вполне можно заменить ложкой. И формы для мыла, силиконовые или пластиковые. Мыльную основу кладем в стаканчики и расплавляем до жидкого состояния в микроволновке. Это очень быстро, буквально несколько секунд. Важно не передержать, чтобы основа не закипела. Затем добавляем в стаканчик краситель, ароматизатор и полезные добавки в виде масел и витаминов. И перемешиваем все. И уже в конце придадим мылу немного волшебства и добавим немного блестков. Вот здесь-то нам и понадобится спирт. Обратите внимание на образовавшиеся пузырьки. Распылив немного спирта, мы с легкостью от них избавляемся. И уже получившуюся массу заливаем в предварительно подготовленные формочки. На дно их мы выложили готовые мыльные завитушки, чтобы получилось такое-такое мыло с сюрпризом. Аккуратно выливаем смесь в форму и деревянной палочкой равномерно распределяем завитушки в смеси. После оставляем все застывать. Из силикона мыло выходит легко. А вот пластиковую форму нужно минут на 20 положить в холодильник. Тогда достать мыло можно будет без проблем. Будет здорово, если маленький мыловар поучаствует в задумке будущего мыла. Пусть сам выбирает форму, цвет и аромат. Объясните ребенку, что насыщенность света будет зависеть от количества красителя. Как видите, все очень просто. Попробуйте, включите фантазию и у вас обязательно получатся красивые душистые мыльцы. Каждый человек чего-то боится. И это не зависит от возраста. Страх – это вполне естественная реакция организма на раздражитель, который наше подсознание воспринимает как опасность. Но если мы можем преодолеть страхи самостоятельно, то деткам это сделать довольно трудно. Они зачастую и сами не понимают, что с ними происходит. Просто чувствуют себя крайне неуютно. Мы не можем победить все детские страхи, потому что их множество у любого ребенка. Наша задача – научиться адекватно к ним относиться, прорабатывать и стараться самим не стать причиной испуга. Более подробно эту тему раскроет психолог в следующей рубрике. Первая причина – это, конечно же, когда ребенок становится свидетелем какого-то случая. То есть он увидел что-то ужасающее, и у него осталось это в памяти. Так как дети, они очень впечатлительные, они могут это надолго запомнить. Другая причина – это, конечно же, зависит от особенностей характера и психики ребенка. Бывает так, что ребенок сам по себе впечатлительный, мнительный и тревожный. И, естественно, у него риск возникновения страхов намного выше. Также гиперопека со стороны родителей может привести к тому, что у ребенка появляются страхи. То есть когда мама начинает – не трогай, не бери, не иди и так далее. И также чрезмерная авторитарность, когда ребенка подавляют, когда в семье насилие, ребенок начинает просто бояться всего. И даже элементарно получить тройку, и ему уже страшно идти домой, что у него возникает страх наказания. Также сами родители могут заложить страх о своих детях. То есть чрезмерная реакция на какое-то событие, то есть или громкое обсуждение каких-либо негативных событий. Ребенок может это все запомнить и начинает бояться. Если ребенок вам рассказал, что он чего-то боится, лучше постараться понять этого ребенка. Не стоит его воспитывать, не стоит проверять его характер. А лучше сесть и поговорить с этим ребенком, и также поделиться с ним, что вы в свое время, в его возрасте, также боялись чего-то. И даже сейчас вы можете чего-то боитесь. То есть таким образом ребенок успокоится, он поймет, что он не один, и что не только он боится, а даже взрослые могут бояться. И это как бы нормально, то есть ему немножко станет легче. Если ребенок боится темноты, то, конечно же, лучше вместе с мамой или с папой проверить комнату, в которой он спит. Берете фонарик, проверяете все углы под кроватью, чтобы ребенку не было страшно. И ваши слова, что здесь ничего нет, что здесь ничего такого не происходит, чего ты боишься, эти слова, естественно, на ребенка не подействуют. Потому что ребенку нужно самому лично в этом убедиться. Если ребенок боится каких-то привидений или сказочных персонажей, то, конечно же, лучше вместе с ребенком придумать причину, при которой никогда эти сказочные персонажи не смогут войти в ваш дом или в его комнату. Еще важно помнить, что страх – это эмоция, которая поселяется в теле человека в виде мышечных зажимов и блоков. И поэтому с ребенком очень полезно будут поиграть какие-то расслабляющиеся игры, успокаивающие его, провести с ним релаксационную игру. То есть максимально расслабить и успокоить ребенка. Полезные советы детского психолога вы можете найти в наших предыдущих выпусках на YouTube-канале. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе. На этом у меня все. Встретимся через неделю и будем растить здоровых и счастливых детей. Субтитры подогнал «Симон»!